Девушки отдыхают И в отличие от предыдущих видео, в которых у меня, скажем так, больше бомбило И я что-то рассказывал свои переживания по поводу индустрии кино Сегодня я хотел бы вам рассказать просто кое-что интересное О том, о чем, наверное, вы не задумывались Это название фильмов Это почему фильмы называются в России именно так, а не иначе Именно, скажем так, фильмы Название фильмов, которые переводят на русский язык неправильно Ясно В общем, на самом деле, очень много фильмов Очень-очень много фильмов, которые в России прокатывают из-за рубежа Они называются немного не так, на самом деле, как мы привыкли Например, очень яркий пример Это в джазе только девушки Которые в оригинале называются Некоторые предпочитают погорячее Ну, почему тут перевели именно так Хотя вроде как в самом начале Когда фильм только попал в Россию Ну, в общем-то, так и назывался И один из тоже, наверное, самых, наверное, невероятных примеров Это крепкий орешек, который никогда не был ни крепким, ни орешком Он называется Die Hard А Die Hard можно перевести как тяжело умерщвляемый, если можно так сказать Естественно, переводчики и отечественные прокатчики Они стараются донести до нас информацию в более удобном виде Но иногда они очень сильно стараются И в итоге мы получаем название полуспойлер Я вам сейчас объясню, о чем идет речь Вот несколько примеров того, как это происходит Например, сериал Остаться в живых На самом деле в оригинале это называется просто Lost То есть как бы пропавшие или пропащие Ну ладно Дело в том, что сериал Остаться в живых попал в Россию Тогда, когда были популярны различные реалити-шоу В частности, последний герой У которого был слоган Остаться в живых И вот на этой ноте, так сказать, отечественные прокатчики сыграли И мы получили сериал под названием Остаться в живых Также можно назвать вот фильм Неприкасаемый Наверняка многие из вас помнят И многие помнят, что в принципе он назывался вроде как Неприкасаемый Но почему-то он 1 плюс 1 назывался 1 плюс 1 на самом деле ни в одной стране мира нигде не проскакивал этого названия Это чисто российская фишка 1 плюс 1 Фильм называется все-таки по-другому Он можно перевести как Неприкасаемый Ну и, наверное, тоже один из примеров ярких И, наверное, с него-то я и объясню, почему так происходит Это фильм, который называется Координаты Skyfall Если кто помнит, такой фильм про Джеймса Бонда В оригинале фильм называется просто Skyfall И в этом-то, собственно, и фишка Потому что Skyfall по фильму Это просто кодовое слово, которое ближе к концу фильма становится понятно Что именно оно обозначает Но почему-то отечественному зрителю нашему объяснили Что сразу это Координаты Skyfall В принципе, вообще складывается такая тенденция Что названием прокачки зачастую хотят донести до зрителя Чуть побольше, чем, собственно, задумали создатели То есть, как бы рассказать немножечко сюжет Объяснить, почему так происходит Почему в фильме вот это, а не то Да ладно! На самом-то деле, скорее всего, они просто боятся Что не придут зрители Не будет понятно, о чем фильм Поэтому они вот через такие названия Спойлерят немножко сюжет А иногда и множко Иногда просто загоняют нас в такие дебри Что мы не понимаем даже, как бы, а что за фильм Вообще, о чем он Я еще могу много примеров привести В частности, это фильм «Начало», который на самом деле называется «Внедрение», «Инсепшн» Или фильм «Доказательство смерти», который на самом деле «Деспруф» Это скорее смертостойкий Или, например, мальчишник в «Вегасе», который в оригинале назывался «Хэнгловер» То есть, это похмелье Да, в оригинале он назывался «Похмелье», вот И «Похмелье» часть вторая, там, и так далее То есть, у нас почему-то вот мальчишник в «Вегасе» решили, что это вот Более понятно будет Хотя в трейлере понятно, что ребята едут в «Вегас», но тем не менее Тем не менее, такое происходит Но есть из всего этого исключение 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 – это когда зарубежный прокатчик специально для России придумывает особое название Например, яркий пример – это фильмы серии «Капитан Америка» В России называется «Первый мститель» Это не Россия придумала такое название, если что Вот это поворот! Это непосредственно компания «Промаунт», «Марвел» и «Дисней» Все вместе Они решили, что для России будет, скажем так, не совсем правильно С маркетинговой точки зрения И зрители могут оттолкнуть фильм с названием «Капитан Америка» Я думаю, вы понимаете почему Они решили, что лучше назвать фильм «Первый мститель» И все фильмы серии «Капитан Америка» называются «Первый мститель» Именно поэтому, а не потому, что в России так решили Собственно, вот об этом я хотел поговорить Иногда, конечно, стоит обращать внимание, как в оригинале фильм называется Может быть, это вам скажут чуть больше и более привлечет вас в кинотеатр Или просто посмотреть этот фильм, чем отечественное название этого фильма А, кстати, сегодняшний ролик мы снимаем в магазине «Комикс Хаб» Спасибо большое этому магазину, что разрешили снять этот ролик здесь Отличный выбор комиксов и не только Вот, приходите, я вас всех приглашаю Тем более, что я имею непосредственно отношение к этому магазину Вот, поэтому, в общем-то, здесь с вами увидимся Вот, а насчет ролика, если что интересно Если нравятся ролики именно такого про сетического плана То ставьте лайк, чтобы поддержать меня Подписывайтесь на новые видео Нажимайте колокольчик Что там YouTube нового придумал, я уж не помню В общем, делайте все то, что нужно Вступайте в группу Увидимся в следующих видео Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok